Студия Позитив представляет Илья Олейников и Юрий Стоянов В русской народной передаче Городок Давайте я ваш пальтишко на вешалку повешу Я все время работал на фабрике, где вешалки делают Я не ожидал, что из вашего музея так быстро приедут Тем более там директор Я, так сказать, решил сам засвидетельствовать Поскольку вы первый человек, который оставляет свою коллекцию в нашем музее Тапочки наденьте, у меня их целая коллекция Я ведь на обувной тоже работал Да, ну, я надеюсь, вам сказали, что я коллекцию свою оставляю по завещанию То есть после моей смерти Ну, это в наше время не проблема Я имел в виду завещание А, да, конечно Темновато у вас, да? Да, лампочки слабоватенькие К сожалению, в свое время на электроламповом заводе я проработал только на сороковатной линии Но зато удалось метро у дома построить Вы имели в виду дом у метро? Нет, нет, именно метро у дома Я же в свое время и в метростроге работал Да Я и коллекцию свою назвал «Мое время» Ну, так сказать, начнем Городок коллекционеров Для меня в жизни главное – это бокс, товарищ Павлович Я провел 25 боев И 20 из них закончились нокаутом Неплохая коллекция, да? Неплохая Нет, нет, для меня в жизни важнее всего шахматы Для меня Я сыграл более сотни партий И почти все они заканчивались матом Твою мать А, а что тут делать? Нет, ну вот оно Это все, бокс лучше и все Нет, шахматы Нет, ну бокс лучше Бокс? Шахматы, шахматы, ну бей, что ты, бей Что делать? Бей Бей Что? Что, бокс лучше? Шахматы Тот сказал бокс лучше Шахматы Шахматы Скотел, что бокс лучше? Шахматы лучше, шахматы Шахматы, шахматы Бокс лучше, шахматы Шахматы, 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 шахматы Шахматы Бокс лучше, шахматы Бокс лучше Ну как, ты не понимаешь Бокс лучше Не, ну, жахматы, конечно лучше. Лучше. Странно, очень-очень странно. Вы знаете, я многое повидал на своем врачебном веку. Я сам, можно сказать, коллекционирую редкие случаи, но такое... Ну, вот и зингенолог подтверждает. Он пишет, что у вас в желудке обнаружено некое количество посторонних металлических предметов. Ну, а что тут странного? Вы мне сами два дня назад сказали, что у меня в организме не хватает железа. Да, я сказал и выписал вам в лице. Да, да и что же вы удивляетесь? Вы мне там написали принимать по одной чайной ложке в день. Всё, как вы прописали. Два дня, две ложки. Да, неплохая коллекция. О-о-о, какое гашение. О-о-о. Да, неплохая, неплохая. Как известно, мужчины потеют на 40% больше, чем женщины. Это точно. Вася, не знаешь, Вася, по-моему, я женщина. Ха-ха-ха. Давай. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Городок коллекционерц. Так. Туда? Здесь. Здесь вот, здесь. Да нет, вот, вот. Моя коллекция. Где? Везде. Все, что вы видите, есть моя коллекция. Так, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Это вы меня сюда ради вот этого хлама пригласили? Так. Нет, минуточку. Вы мне сказали, что у вас редкости прошлого века. Правильно так. Так, что это такое? Там пусто? Пусто. Это ж символ моей эпохи. Пиджак с пустыми карманами. Очень ценная вещь. Нет, это, это нашему музею не подойдет. Почему? Во-первых, состояние уже не очень. Во-вторых. Вообще не мой размер. Да-да, заходите. Вечер добрый. Вечер добрый. Приветствую. Как говорится, Бог в помощь. Здорово. Коль не шутишь, конечно. Только неверующие мы. Атеисты, как говорится. Атеисты? Да. Подожди, отец. Можно я сяду? Да, конечно, садись. Подожди, как это? Стоп, как я атеист. Так, я? Я из Москвы сюда приперся. Да. Я коллекционер. Да. Иконы я собираю, понимаешь? Иконы. Да. Покупаю. Плачу много. Так вот, смотри. Ну, как же это? Ёлки-палки. Вот же мне прислали. В глухом таежном селе Дермидонтово. Дермидонтово? Дермидонтово. Дермидонтово. Правильно. Только верим мы в самые простые вещи. В хлебушку, в молочко, в колбаску. По старому верим. Вот как в старое время было. В какую колбаску вы верите? Как это? Ну, вот в хлебушку верим, что будет по 14 копеек. В молочко по 28 верим. В колбаску по 2,20. В пиво по 22 копейки верим. И в водочку по 2,87. Очень верим. О! О! А что это такое, а? Вот это. Это? Да. Это радиоточка. Вы же радиоточки никогда не видели? Нет. Я же всю сознательную жизнь в Америке проработал. О! Да. Я там изучал культуру североамериканских индейцев. Как сейчас все помним. Как сейчас все эти вигвамы, томагавки. Казино. Лас-Вегас. Марихуанка. Полиция. Меня о моем времени тоже воспоминания мучают. Особенно по ночам. Я вот всю ночь за этой хожу, 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 хожу. Это называется ностальгия. Да? А я думал это аденома. А это что? КИНО КИНО ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ ЧИНГАЧГУК БОЛЬШОЙ КОЛЛЕКЦИОНЕР ХАУ Здравствуй, Чингачгук. БОЛЬШОЙ КОЛЛЕКЦИОНЕР ХАУ БУДЬ ВОИМ ГОСТЕМ, НЕЗНАКОМОЯ МОРДА НЕЗНАКОМОЯ МОРДА НЕЗНАКОМОЯ МОРДА Пришел Чингачгуку, как коллега к коллеге. О! НЕЗНАКОМОЯ МОРДА слышал, что Чингачгук коллекционирует скальпы. О, да. У Чингачгука одна тысяча и один скальп. В мире всего три коллекционера, у которых больше тысячи скальпов. А сколько скальпов у НЕЗНАКОМОЙ МОРДЫ? У НЕЗНАКОМОЙ МОРДЫ почти полная коллекция. О! ДВА скальпа! ДВА! Ну разве это вообще коллекция? Тем более почти полная. Но НЕЗНАКОМОЯ МОРДА коллекционирует только скальпы коллекционеров, у которых больше тысячи скальпов. Вот теперь будет полная. УРА! Извините, а это у вас что такое? Непонятно, какое это может иметь отношение к вашей коллекции. Это же вполне современный кетчуп Балтимор. Его можно купить в любом ближайшем магазине. Ну и что вас удивляет? Во-первых, это современный, но уже классика. А во-вторых, вы ошибаетесь. Во всех ближайших магазинах кетчупа Балтимор уже давно нет. Почему? Потому что во всех ближайших магазинах я уже его скупил. О! Ааа! Э-э, клама! Ааааа! Аааа... Да, 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 нет слов Такое барахло В таких количествах мог собрать только этот, как его? Плюшкин, точно, Плюшкин Слушайте, сколько раз всем можно говорить, что я не Плюшкин? Я не Плюшкин, я Плюхин, понятно? Плюхин, моя фамилия Плюхин Что вы еще думаете, вот эту коллекцию так взял и собрал, да? Я наоборот, я хотел сказать, каким надо быть замечательным Каким надо быть замечательным, героическим человеком, чтобы все это собрать Да тот же! Вот все это собрать и не выкидать А-а-а! Жизнь замечательных людей Замечательный изобретатель Морзе с детства не знал, куда руки девать Поэтому он изобрел телеграф А у известного ученого Белла с детства звенело в ушах Поэтому он изобрел телефон На, 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 на Здравствуйте, господин Морзе Я смотрю, вы уже совсем тронулись на вашем изобретении Нельзя же с таким чувством относиться к какой-то простой железяке Молчите, Белл, да вы даже не в состоянии оценить, что я изобрел Да, да, да Да чудо просто Да, конечно, телеграф это крайне важное открытие Ну вот я Я сейчас работаю над изобретением совершенно нового прибора Телефона При помощи телефона люди смогут совершенно свободно общаться Вести деловые переговоры и даже объясняться друг другу в любви Вот пока вы там мечтаете о любви по телефону Я уже здесь изобрел секс по телеграфу Да, да, да Ес, му, о, вау Реклама Редактор субтитров А.Семкин Тот самый чай Тот самый вкус Конечно, тот самый Какой он еще может быть Если в сотый раз заваривать один и тот же пакетик Ой, ну куда это все? Куда это все? Куда это все? Куда? Ну, да Хотя, знаете, вот я бы мог еще, может быть, принять вот эти вот картины В качестве коллекции Это подлинники? Конечно Серьезно? Конечно, что вы, я ж, когда со здоровьем плохо стало, я уже совсем двинуться не мог Я пошел работать Ну, не трудно догадаться, куда? В картинную галерею, естественно Да, да, в вооруженную охрану Хотя вот, не знаю, если бы речь шла о покупке О покупке, возможно Я бы, может быть, взял бы вот эту вот Ну, максимум еще вот эту картину Так И все И то по себестоимости То есть, за сколько? То есть, за даром Вернисаж О, опять собрались, да? Да Что, ждете, да? Ждем Кумира вот этого своего, да? Да Звезду и стирану вот эту, да? Да Ну, да, да Я, я пою лучше всего Все, нет Звыхали уже Ну, можете радоваться Сейчас он выйдет, этот ваш великий певец Ой! А! Ой! А! Ой! А! А! Опять 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 Какая-то сволочь Мне веревку поперек лестницы натянуло Я же все ступеньки пересчитал Поубиваю вас всех Всех вас Поубиваю вас Всех вас Хорошо, сегодня у звезды получилось Тебе их три желания успел загадать Три Художник Суев верный Звезда упала Мы его теряем Он уходит, уходит Все Ушел Он возвращается Он возвращается Художник Трупинин Возвращаться Плохая примета Ну вот смотрите Машинка швейная Балалаечка Скороварочка И наконец Полотер Полотер Будет для наших внуков Такой сказочной вещью Как петла бабы-яги Редчайшая вещь Между прочим Я был его генеральным конструктором Угу А Смотрите Работает 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 А почему это редчайшая вещь? Чем? Почему? Да потому что Из ста тысяч болотеров Которые мы выпустили Работает он Один Сказка О женской верности И генетической достоверности Баба Яга была очень жадная, потому что она была настоящая Яга. И очень хитрая, потому что она была настоящая баба. Бабуля! Бабуля! Баба Яга! Так бы как, дала бы тебе расследовать, хорошо, что узнала тебе. Баба Яга, Иван Царевич, что тебе надо? Пришел к тебе Баба Яга с болью сердечной, с сомнениями душевными. Что тебя мучает, Баба Яга? Что тебя касается? Что ты понимаешь, у меня уже девять месяцев как дома нет. Я за этим, за Змеей Горынычем гоняюсь. А вчера говорят, что жена моя, Василиса Прекрасная, сына мне родила. Вот я домой-то еду и думаю, верна она мне или нет. Ну, как тут узнаешь? Как узнаешь? Сейчас бабушка возьмет свою волшебную кастрюльку и посмотрит. Ай, спинка! Ай, мамочки! Ай! Посмотрит, бабушка, свою кастрюльку! Ай-яй-яй-яй! И увидит, бабушка, что вы... Ну, что, 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 что? Да, да, да! Видишь, что кастрюлька, мы-то пустая, drying engine, спокойно... Ражает, что-то, плюнул дурак... значит что там раньше кто-то мог это за твоей женой раньше когда ухлёстка кощей бессмертный с кощей бессмертным когда она тебе изменить никогда никак не могла не потому что он ходит бессмертный бессмертный но не по мужской части не могла бы не могла потому что пока ты за змеем горынчем гонялся этот иван дурак в этом дворец когда не приходил потому что студия позитив представляет илья олеников и юрий стоянов в русской народной передачи давайте спасибо ваш партишка на вешалку повешу я все время работал на фабрике где вешалки делают знаете я не ожидал не ожидал что из вашего музея так быстро приедут тем более там директор я так сказать решил сам засвидетельствовать правильно поскольку вы первый человек который оставляет свою коллекцию нашему музею тапочки наденьте у меня их целая коллекция я ведь на обувной тоже работал давно я надеюсь вам сказали что я коллекцию свою оставляю по завещать то есть после моей смерти но это в наше время не проблема и я имел ввиду завещать а да конечно темновато у вас да на лампочки слабоватенькие к сожалению в свое время на электроламповом заводе я проработал только на сороковатной линии но зато удалось метро у дома построить вы имею ввиду дом у метро нет и именно метро у дома я же в свое время и в метро строге работал да я коллекцию назвал мое время городок коллекционеров для меня в жизни главное это бокс я провел 25 боев и 20 из них закончились нокаутом неплохая коллекция неплохая не нет для меня в жизни важнее всего шахматы для меня